Никита, насколько мне известно, уже были зафиксированы даже летальные случаи после употребления СНЮСов. Как это произошло? В результате чего наступила смерть? Это же дети, насколько мне известно? Вот именно в результате этого и наступило, потому что организм ребенка, он абсолютно еще такой вот не сформированный, и, как Инна Александровна сказала, это очень большая интоксикация. Мы сделали небольшой эксперимент. Мы попросили абсолютно взрослого спортсмена, действующего профессионала, попробовать в медицинском учреждении эти СНЮСы, как действуют они на простого человека, который никогда в жизни не курил, не потребовал никаких запрещенных веществ. Он согласился принять сразу два пакетика этого вещества. В качестве эксперимента? Да, в качестве эксперимента. Мы его просто подключили к диаграмме, к сердцу, то есть все было видно. Вы знаете, буквально через 15 секунд он сначала пожаловался на головокружение, а уже через 30-40 секунд он попросился прилечь, потому что он начал тошнить. Когда у профессионального спортсмена в 30 лет это вызывает тошноту и головокружение, вы представляете, что происходит с маленьким ребенком? Как быстро наступает зависимость к подобным веществам? Ну, я вам скажу, как вы знаете, эксперт реабилитации, я очень долго занимаюсь, много лет этим, и у нас среди нас так в простонародье входит такое понимание, что сигареты, никотин иногда тяжелее бросить, чем героин на начале своего пути, когда человек попадает в реабилитационный центр. Ну вот, наверное, этот прообраз очень хорошо показывает, какую зависимость вызывает никотин. То есть очень такую вот, так сказать, ласковую, мягкую, но очень стойкую, да, такую незаметную. Инна Александровна, если родители столкнулись с такой бедой, поймали ребенка, там, не знаю, он признался вот в этом пристрастии, существует ли лечение какое-то? Во-первых, конечно же, есть наркологическая помощь детям. На сегодняшний день формируются и детские реабилитационные программы, они тоже существуют, и они также включают психотерапию, психокоррекцию, но еще это всегда работа с семьей. Заметьте, стоят десять детей, когда предлагают им одинаково, например, тот же СНЮС, три ребенка попробуют и попробуют с легкостью. Двое детей, например, поддадутся этим трем и скажут, ой, что-то интересное за компанией я, а пять детей вообще не откажутся. Почему? Очень важна ситуация в семье. То есть всегда нужно работать и с семьей зависимого ребенка. это показатель, что ребенок не может справиться с какими-то своими чувствами и ощущениями. Нужна профессиональная помощь.